В первенстве своей страны выступает фантастически, не проиграла еще ни одного матча, а сыграны уже не так мало игр, 26-го в Казади, и ни разу еще Канониры не терпели поражение. Вышли они по четвертому финалу в Куркандрии, одним словом дела у них ладятся. В лиге чемпионов все складывалось не очень просто на группах. Арсенал атакует, всю ширину поля стремятся использовать Канониры, мяч у Лорена, его встречают жестко, но судя по всему... Видишь, когда еще был действующим футболистом, было давным-давно, а вот Савва Милошевич. Форвард Сельты был близок к тому, чтобы все-таки коснуться мяча, но не получилось. Очень неплохо сейчас смотрится Сельта, и нечего неприятные, трудные соперники. Давайте посмотрим за эту атаку, можно забивать удар поворотом, удар несильный. На месте Пабло Кавальера, а бил поворотом никто иной, как Рейс. Хосе Антонио Рейс. Какой выйдет, можно бить поворотом. Здорово, здорово играют защитники Арсенала, самоотверженно. Моментально исправляют ошибку, мешают Милошевичу реально угрожать воротам Янца Лемона. Вот быстрый переход от обороны к атаке нам сейчас продемонстрировали подопечные Радомира Антича. Стоило допустить одно. Подает. Удар поворотом, удар не получается. Еще один удар, и мяч в воротах. Вы знаете, просто как удивительно. То, что все второй попытке удалось поразить воротам. По-моему, сделал это Эду. Потому что первый удар откровенно у него не получился. И затем у меня сложилось полное впечатление, что сейчас вратарь мяч заберет в руки. Но его все-таки опережает. Бразилиев счет открыт. Довольно английские болельщики. Негодуют испанские. И посмотрите, как расстроен вратарь Цельты. Наверное, этот мяч все-таки на его совести. А возможно, еще он и просто-напросто корчится от боли. Потому что ему досталось в тот момент, когда он пытался все-таки забрать мяч, опередить соперника, не позволить ему забить. Да, и рука там, судя по всему, разбита. Чуть ли не в кровь. Да не только рука. Бровь. Посмотрите, что творится с Ковальчиком. Не удается поднять на должную высоту. Нарушение правил. Фриск находился рядом. Правильно выбрал позицию. Крайне сложным ему было. Понравится голевыми. Но это дело и сейчас не местовой. Тем не менее, это передача голевая. Счет сравняли. Футболисты Цельты достаточно быстро. Мячья 1-1. Лемон выговаривает своим партнерам за то, что они позволили ударить из близкого расстояния до его ворота. Но мне показалось, что Галкин только как-то запоздал с броском. Будем смотреть повтор. Ну вот, видите. Два иду. И оба уже успели отличиться. Два бразницы. Причем оба после стандарта положили. Наруша лишь напомнил, что Арсенал для него удобный соперник. Когда он выступал за Астону Нилу, он трижды поражал ворота. Дело все правильно. Мяч уже штрафной. Неплохо. Падение пенальти назначено не будет. И на этот раз. Хотя зрители очень хотели, чтобы был назначен 11-метровый удар. И вновь остановка в игре. Вновь пауза. Что случилось? На газоне находится колокуре. Можно бить поворотом. Удал. Релеман на месте. Еще один удар. Теперь могут спокойно болеть эти Арсеналы. Перевести дух. А сейчас Сельта действительно пощекотала нервы. Очень хороший момент. Продолжает всех приятно удивлять Эду. 19 номер Сельты. Как хорошо он разобрался. Сразу с двумя соперниками. С Лореном и Солом Гэмбелом. Вроде бы был момент у него для удара. И становилось такое впечатление, что несколько... Голы сегодня забивались после стандарта в положении. И сейчас мы с вами увидели стандарт. Правда, выполнен он был не слишком успешно. От Риколиера нужно возвращаться назад. Арсенал в атаке. Борьба на втором этаже. Там падение. Игра рукой была, конечно же, у защитника Сельты. Но она была уже после того, как нарушил правила. По-моему, Сол Кэмбел. Иногда забивает. Но, как-то, далеко не всегда попадает в цель. Как сейчас. Стенку удалось перекинуть. Но с такой же легкостью он и перекинул ворот. Сельсков он дал столько, сколько иногда за весь матч. На жесткой борьбе было немало нарушений правил. Около Тимна, как и начала этот матч. Мостовой бьет, попадает по рекламе. Но еще момент. Мостовой выпрашивает арбитру, чтобы кто-то назначил пенальти. Пенальти назначен не будет. И вот теперь уже игра остановлена. Небольшая пауза. Вот так начало. Едва, едва с центра поля начали команды. Андрей Шрафной. Удар по воротам. Вынужден в струночку вытануться. Пабло Кавалера до мяча добирается. И затем успевает его повторным касанием забрать в руки. Итак, напоминаю вам стартовые составы играющих сегодня команд. Арсенал. В воротах. Янц Лемон первым и на четвертый по три притормозил. Ох, как обманул соперника. Он уже с мячом штрафной. Практически не заметили. Ох, момент. Можно бить по воротам. Удар. И мяч приходится точно в руки Янцу Лемону. Хороший момент. Андрей замечает. Можно бить в касание. Удар. Кавалера исправляется. И брошенный на произвол судьбы голкипер сейчас должен благодарить футбольного бога. Потому что на добивание там пошел то ли Андрей, то ли кто-то еще. По-моему, это был Анри. И должен был он забивать. Но мяч пролетел рядом со штангом. Вот возвращаясь к тому, что Арсенал умеет. По такой игре, когда соперник ММО. Это иду. Ну, ух, какой гол. Какой гол. Потрясающе. Ну что, сегодня у нас только и будет одна и та же фамилия. Кто бы не забивал. Высвечиваться на электронном табло Балаидаса. Знаете, самое, что удивительное? Ведь иду, в общем-то, прирожденный левша. Как говорит и говорил Юрий Семин, когда еще Локомотив соперничал с Арсеналом в группе. У этого игрока волшебная левая. А сейчас-то он с правой вроде бы пробил. И правая в порядке. Как забросил мяч, а? В дальний верхний угол. Удар поворотом опасно. Да, два-два. Два-два. И опять-таки после стандартного положения, а? Из четырех мячей три забито со стандартных положения. И причем Сельта оба свои гола забила после первой, после штрафного, второй после углового. Два-два. Сельта не сдается. Сельта борется. Сельта сражается. Чувствуется, конечно же, что он класса ей не достает по сравнению с Арсеналом. Но это не мешает Сельте забивать голы, отыгрываться по ходу встречи. Серхио. Удаленные матчи против Малаги. Штрафной мяча Анрия. Удар поворотом. Кого-нибудь скоро прорвет. Ох, какой момент. Опасная игра. Опасная игра. Все-таки была зафиксирована со стороны Соло. Игра хорошая. Игра равная. Равная. Игра достойна друг друга соперника. Ой, какой момент. Сейчас чуть было не залетел мяч. После подачи слева фланга в третий раз ворота Янцыгня. Там зрители не балуют подобно. Что у нас еще один гол? Или это уже после свиска? Да, раз за голову держит Сириан Ри. Вот стоило отвлечься на секундочку и заглянуть в интернет. Как еще один гол мы с вами увидели. Правда, он не засчитан. Вот подачи. А Иду-то подустал. Иду подустал из Сельты. А вот тот, что играет за Арсенал, просто-напросто свалился с ног. Но нет усталости. Здесь ему по ногам заехали. Держится он за ахилл. И, возможно, потребуется за... Удар поворотом. Ох, как опасно. Уси в ближний угол. Вы знаете, сверху вниз, да головой. Это действительно опасно. Вагнер поворот. Ян Селеман на месте. Еще раз с вами смотрим. Скорость идет вперед. Игра в стенку. Можно забивать. Ну! Ой, как здорово. Ну, ой, как здорово, друзья. Вот это футбол. Вот это мастерство. Вот это техника. Вот это чувство друг друга. Чувство локта. Чувство партнера. Мы говорили о том, что высший пилотаж, когда забивал свой гол иду, оборота кавалера, угодит в верхний угол. Но сейчас, знаете, вот я еще больше удовольствия получил, вот увидев такой гол. После такой великолепно разыгранной комбинации. Это для эстет. Это для учебников футбольных, если хотите. Никто не жадничает. Все играют, знаете, на профессиональном уровне. Какой гол все-таки соорудили Тереса и Анри. Анри и Тереса. Какой гол забил. Во время, компенсированного времени Анри штрафной ушел от Серкио. Серьезную заявку на то, что он выходит в 1-4 финал. По сумме двух игр, во всяком случае, должен это будет сделать, потому что на Балаидосе он выигрывает 3-2, забивает 3 мяча.